Байден обещает защитить Тайвань. Байден встал в агрессивную стойку по отношению к Китаю. Байден обещал вмешательство армии США, если Китай вторгнется в Тайвань. Такие заголовки появились в мировой прессе после всего лишь одного слова, сказанного американским президентом на пресс-конференции в Японии. Эту страну он посетил в рамках своего первого азиатского турне. Готовы ли вы принять военное участие в защите Тайваня, если это потребуется? Да. Вопросы журналиста предшествовали рассуждения Байдена о том, что ни одна страна не может брать другую силу, и как это произошло с Украиной. Подобные действия, по словам Байдена, приведут к дестабилизации всего региона. Об этом же говорила в интервью RTVI представитель Госдепартамента США Андрея Каллан. Как мы видим в Украине, когда есть агрессия против одного страны, когда нестабильность в регионе, это угроза не только для этого региона, а для всего мира. Вот так, как мы видим в Украине, это не только проблема для Европы, а это глобальная проблема. Так что мы делаем все возможное. США работают, чтобы был мир и взаимопонимание между странами в Индо-Тихоокеанском регионе. Комментарии американского президента многие расценили как резкий разворот от той политики в отношении Тайваня, которую США проводили последние десятилетия. Так называемая стратегия неопределенности. При такой политике Вашингтон помогает выстраивать оборону Тайваня, но не обещает явным образом прийти на защиту острова. Эта политика направлена на сдерживание китайского вторжения, а также на удержание Тайваня от официального провозглашения независимости. Политика была и продолжается быть политика одного Китая. Но, тем не менее, есть и разные договоры, разные соглашения, по которым США дают Тайвану то, что нужно, чтобы защищать себя. Так что вот это и наша политика по поводу Тайвана. Комментируя слова Байдена, официальный представитель МИД КНР посоветовал американскому президенту не играть с огнем. Много вопросов по поводу высказывания Байдена возникло и в самих США. Например, почему вдруг он готов сделать больше для защиты Тайваня, чем для защиты Украины? И действительно ли США готовы послать войска на Тайвань в случае вторжения Китая? Байден поспешил заверить, что политика США в отношении Тайваня остается прежней. Такое же заявление сделали и в Минобороны США. Президент не имел в виду, что наша политика единого Китая изменилась. И он подтвердил эту политику и приверженность миру и стабильности в регионе. Он также подчеркнул наши обязательства по закону об отношениях с Тайванем предоставить при необходимости средства для самообороны. Так что, повторюсь, наша политика не изменилась. При этом в Белом доме признают, что Китай становится все большей угрозой существующему политическому ландшафту. И сигнал был послан не просто так. Мы сосредоточены на самом серьезном долгосрочном вызове международному порядку, против которого выступает Китайская Народная Республика. Китай – единственная страна, у которой есть намерение изменить международный порядок и все больше экономической, военной и технологической мощи для этого. Еще в октябре тайваньский министр обороны высказывал мнение о том, что КНР может организовать полномасштабное вторжение уже в 2025-м. Сейчас, когда США оказывают всяческую поддержку Украине, помогать защищаться еще и Тайваню, Америке будет очень накладно. А вот продажа Тайваню оружия может удержать Китай от войны на острове. Так считает лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл. Мое предложение этой администрации – продать тайваньцам оружие, которое им будет необходимо в случае китайского вторжения. И это самое лучшее, что мы можем сделать для них сейчас. Что касается сигналов для сдерживания Китая, то, на мой взгляд, это будет самым действенным. Если Украина, которой мы помогаем, победит, то и Тайвань победит с нашим оружием. Главной же заявленной целью азиатского турне Байдена был саммит стран КВАД. Ключевой момент был его встреча с лидерами Австралии, Индии и Японии, в которой они обсуждали ситуацию в регионе и как можно укрепить этот мир. Потому что есть и разные проблемы, которые нужно решить. И нужно стабильность, чтобы решить эти проблемы. Это проблемы COVID-19 и здравоохранения, проблемы с технологией и цепочки поставок технологий. И тоже просто, чтобы мы все могли бы укрепить отношения между нашими странами. Некоторые эксперты говорят, что этот союз, который некоторые сравнивают с азиатским НАТО, хотя они, конечно, открещиваются от этого такого определения, что этот союз создан в противовес усилению Китая в азиатско-тихоокеанском регионе. На саммите много говорилось о ситуации в Украине, о гуманитарной катастрофе и глобальном продовольственном кризисе. По итогам встречи был подписан договор, направленный на содействие региональному росту. Ну, этот договор очень важный, потому что там есть разные элементы. Так что понимаем, что многие страны имеют бизнес, ну, соглашение с Китаем в разных областях. Например, очень интересно, что вышло оттуда объявление о новых стипендиях, которые дают аспирантам, ученым, студентам, чтобы укрепить отношения между студентами, между аспирантами, между учеными и между нашими народами. Потому что, когда мы лучше понимаем друг друга, тогда мы можем работать лучше вместе в разных областях. Помимо гуманитарных связей, речь в договоре шла и о торговых отношениях. В США назвали это поворотным моментом восстановления экономического лидерства США в регионе. По словам американского министра торговли, это должно предоставить странам альтернативу китайскому влиянию. Непонятно только, какую альтернативу к китайским деньгам получат страны, поставившие подпись под договором. Что Америка может предложить Азии, это тоже большой вопрос. Они предложили сотрудничество в экономической сфере, но они не предлагают снизить тарифы, например, и не предлагают больше доступа к американскому рынку. А это как раз и есть то, что ищут, то, о чем в основном волнуются, беспокоятся азиатские страны. Китай предлагает больше возможностей экономического сотрудничества и считается более активным экономическим партнером в регионе. Поэтому трудно сказать, сможет ли Америка конкурировать с Китаем. Побывал Байден и в Южной Корее, откуда тоже уехал не с пустыми руками. В группах Hyundai Motor обещала довести до 10,5 миллиардов долларов инвестиции в строительство завода по производству электромобилей в американском штате Джорджия. Американский президент по-своему поблагодарил Южную Корею за такой шаг навстречу. Наши предприятия вместе прокладывают новые пути. И все это лишний раз подтверждает мои убеждения. Я всегда говорю, если вы делаете ставку против США, то это плохая ставка. Эту фразу президента Байдена власти Южной Кореи пропустили мимо ушей. Как пропустили власти Северной. Обещание президента США увеличить усилия по сдерживанию КНДР. Аккурат в день отъезда Байдена из региона, Ким Чен Ын запустил сразу три баллистических ракеты в направлении Японского моря. Лиза Каймин, Александр Ковалев, РТВИ, Нью-Йорк. Аккурат в день отъезда Байдена из региона.